В практике юмейка Об этом я буду рассказывать Но прежде чем рассказать Я просто не успел В предыдущие доклады Рассказывать о том, что у меня есть Своя школа Пожалуйста, можете подключаться Присоединяться к этой группе Это профессиональное сообщество Телеграм-канале В котором мы обсуждаем Абсолютно разные аспекты здоровья Абсолютно разные задачи По восстановлению здоровья Со стороны органов и систем Со стороны полнотрекционного аппарата Ну и так далее Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь Эта школа В принципе, создана в Европе Мы ее открыли буквально Полтора месяца назад В январе месяце Там материалы уже есть Очень хорошие и интересные И так А теперь юмейха Что такое юмейха И с чем его едят Как вы думаете Слово юмейха Чье слово? Какое странное? Японское Японское, совершенно верно Есть же такое распространенное мнение О том, что японцы живут Дольше всех Да? Да На самом деле Японцы очень хорошо подходят К вопросу здоровья Это та нация, которая Очень хорошо занимается Профилактикой Профилактикой заболеваний И в частности Например, про йод Знаете, да? Что японцы едят йодом В 100 раз больше Суточной нормы Потребляем Тем самым Они способствуют Выявлению свободных Радикалов Свободных Токсинов Тяжелых металлов Радиаций Из своего организма И метод юмейха Это японский метод Хотя изначально Масаюки Саюнджи Это тот человек Который создал Разработал Эту методику Он получил Скажем так Первые базовые знания По мануальным практикам От монахини Из Китая То есть Китайская монахиня Передала ему Скажем так Базов Которую он Соответственно Усовершенствовал И еще Допонял Теперь давайте Разберемся В чем Суть юмейха Итак Само слово Юмейха Можно перевести Ю Это Выравнивание Коррекция Или балансировка Мэй Это Жизненная Энергия Жизненная Сила Организма А хо Это метод И получается Что юмейха Это метод Выравнивающий Жизненные Силы Организма Теперь давайте Разберемся Почему так Происходит И вопрос У меня сразу Поверит Как вы думаете На что организм Постоянно Тратит энергию В течение Жизни В течение Дня Чем занимается Организм Восстановление На пищу Восстановление Восстановление Каких-то тканей Каких-то погрежденных Тканей Если человек покушал То следительство Кишечника Тут же страдает Она изнашивается Ему нужно время Чтобы восстановить Организм Задача иммунитета Правильно И Какие-то Компенсатом Механизмы Каких-то Нарушений Нарушений в теле Механического Характера Биомеханики Постоянно Об этом Говорят На этом Конгрессе Так вот Если наше тело Является Асимметричным И расположено Асимметричным Тогда Некоторые группы мышц Будут Приходить в тонус Какие-то группы мышц Будут Расслабляться Или ослабляться В конце концов Если есть Перекос Тазом Тазовых костях Я специально Открыл На кредер Атласе Тазовые кости Если есть Неправильное Положение Тазовых костей А таз Является Нашим Фундаментом А наше Здание Это Позвоночник Правильно Так вот Если фундамент Нарушен В своей Косе Тогда и Дом Дом Здание Будет кривым Есть Искривление Тазов Значит Дом Начинает Нападеться Сначала В одну сторону Потом Другую Идет Процесс Формирования Скориотической Дуги Верно? Верно При Таком Смещении При разных Типах Смещения Наше Тело На компенсацию Этих Изменений Закрыли Проект Спасибо На компенсацию Наших Изменений Биомеханических Изменений Тратит Энергию То есть Если Вы Идете И у вас Есть Смещение Тазовых Костей Значит На одну Сторон Будет Идти Большая Масса Тела Чем На другую И Эта Разница Нужно Стигать В отношении 30 К 70 Это Очень Большая Разница Соответственно Какие-то Группы Мышц Будут Напрягаться Какие-то Наоборот Ослабляться И Здесь Будет Формироваться И Болевой Синдром И Соответственно Мышцы Которые Напрягаются Затрачивает Больше Количества Энергии Вы Тратите Элементарно На ходьбу Больше Сил Энергии И Теперь Просто Пример Ко мне Приходили На сеансы Спортсмены Сейчас Они Уже И Вице-чемпионы И Чемпионы Мира Я Занимался Спортсменами С Федерации Кюркушенко Карате Это Тоже Японское Карате Японское Боевое Искусство Так Вот Ребята Которые Прошли У меня Курс Этой Терапии Плюс Я Провел Обучение Семинар По этой Методике Они Себя Продолжали Корректировать У них Результаты Увеличились В разы То есть Они Стали Гораздо Эффективнее Они Говорят О том Что Мы Даже Ходим И Нам Даже Неудобно Ходить После Курса Терапии Там Десять Сеансов К примеру Мы Как-то Непривычно Я Но При этом Им Легче При этом У них Больше Энергии Больше Сил Больше Эффективности Даже Работая В спаррингах Соответственно Они Чувствуют Себе Более Активно И Начинают Двигаться Более Гармонично И Задача Юмейха Привести Тело К Этому Центру Центру Равновесия Центру Баланса Энергии И Как Говорил Один Из моих Учителей По Юмейх Исходя из того Как Он Нас Закладывал То есть Это Такое Философское Конечно Зречение Но Оно Имеет Место Быть И Благодаря Юмейх Мы Это Выполняем И Сразу Скажу О том Что Есть Еще Прямая Взаимосвязь Между Положениями Костей Положением Тазовых Костей Соответственно Скалиотических Изменей Позвоночника И Влияние Этих Структур Этих Патологий На Наши Внутренние Органы К примеру Есть Так называемый Левосторонний Тип Смещения Второй Первой Степени Прошу прощения Ничего страшного При таком Типе Смещения Происходит Поднятие Правой Тазобедренной Кости Вверх И Отпущение Правого Ребра Вниз Что у нас Находится Справа Печень Печень Моя любимая Печень Так вот Печень При таком состоянии Что с ней будет Происходить Она зажимается В буквальном смысле Слово Механически И происходит Блокировка Деятельности В первую очередь Желчего Блокировка 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 Если не будет Нормальной работы Не будет Иннервации В такой ситуации Хорошей иннервации Желчного пузыря Соответственно Мы говорим О том Что будет Очень много Последствий В работе Самой Печени И Желчного пузыря Аналогично Может идти Нарушение И со стороны Сердечно-сосудистой Системы Обычно Мы говорим Тогда Когда С левой стороны Формируется Блокировка То есть Обратная реакция Когда Наше левое Ребро Опускается Вниз Тазовая Левая кость Поднимается Вверх При этом Зажимается Левая почка А левая почка По китайским Меридианам Связана С сердцем А еще Если вспомнить Проекционные зоны По Захарио Геду Или Проекционные зоны Александра Мафеевича Голова Все слышали Все знаете Про них Так вот Проекционные зоны На спине Вспоминаем Почки Первая проекция На которую Обращаю внимание Это в области шеи То есть Задняя Или Заднебоковая Поверхность шеи Это Припроекция Почек Справа Соответственно Правая Левая Левая почка Дальше Между лопаток Аналогичная зона И Если на шее Формируется блок Исходя Из каких-то Асимметричных Напряжений Мышц Или ослабления Мышц Тогда мы Наблюдаем Процесс Ущемления Нервных Корешков Которые Идут К Сердцу Нарушение работы Ведетативной Регуляции Со стороны Блуждающего Нерву Точно так же Я хочу Сейчас Как раз Продемонстрировать На нотаре Как проработать Шейный отдел И как Поправить его Дальше Если на уровне Лопаток Ну там есть Проекционная зона Не только почек Но вокруг Левой лопатки Идет Проекционная зона Сердца Сердечных Нарушений Соответственно Разблокировав Этот участок Ткани Нормализовав Баланс Мышца Приходит В порядок Они работают Симметрично Хорошо И нет Ущемления Тех нервных Полотен Которые Идти Опять же К сердцу И Был такой Случай В практике Мальчишка 14 лет Занимается Лыжным Спортом Причем Входил В состав Сборной России По юниорам У него Поставили диагноз Блокада Для выножки Пучка Киса Что это такое Есть проводящая Система Сердца Которая Соответственно Дает Непульсы На сокращение Сердечной мышцы И у него Блокада Одного из пучка Маленького пучка Это видно На узи Сердца Эхо сердца После проработки После 7 сеансов Его сняли С этого диагноза Всего лишь 7 сеансов То есть Мы разблокировали Полностью Все зоны Парагритобрального Вдоль позвоночника И тем самым Получили результат Плюс Соответственно Проработка шеи Очень такая Хорошая Подробная И Результат Налицо Ну а теперь Я хочу Продемонстрировать И сказать О том Что входит Какие элементы Входят В эту систему Наталья Прошу Для начала В метод Юмойха В метод Юмойха Заложены 100 Базовых Приемов Это Та база Приема Которая Комплексная Ее можно Как-то Дополнять Совершенствовать Чем-то еще Добавлять Если вы Что-то знаете Пожалуйста Можете Применять Различные методики Хотите Весцеральные Хотите Баночные Гуаша Различные Энергетические Практики С помощью которых Тоже Правится Объясненно Позвоночник И так далее Если делать Это все В сочетании То мы получаем Еще Больший Эффект Но Есть База 100 Базовых Упражнений Которые Мы изучаем На семинаре Которые Я даю Полностью Год И до Эти 100 Базовых Упражнений Направлены На то Чтобы Проработать Полностью Все Тело От Кончика Точнее От Макушки Головы До Кончика Пальцев Ног Даже Пальцы Хрустят И Кстати По поводу Хруста Сейчас Будем Делать Это Если Вы Боритесь Хруста И думаете Что это Сильно Травмирует Нет На самом деле Хруст Что это такое То есть Когда есть Мануальная Интракция Так называемая Представьте Шприц Пустой Шприц Риско Заткнуть Соответственно Область Калюри И Пошли Потянуть На себя Потом В конце Концов Вытащить Происходит Щелчок Хлопок Такой В суставах Происходит То же Самое Мы создаем Это Преднатяжение И В какой-то Момент Происходит Резкое Вливание Синовиальной Житкости В суставную Поверхность И улучшается И холостичность Не зря После каких-то Приемов Мануальных Происходит Огерчение Как хорошо Слушай Вообще Такой мастер Классно Но Если это делать Постоянно Без Качественной Проработки мышц А в системе Идет Качественная Проработка мышц Вместе С мануальной Приемами То Мы можем Набредить Почему Потому что Суставы питаются С помощью чего С помощью мышц Через мышцы Происходит Питание Суставов Но не всех Потому что Тазобедренный Сустав Питается Отдельным Маленьким Сосудиком Проходящим Прямо сквозь Вертужную Впадину И так Показываю И демонстрирую Начало Любого Сеанса Юных Терапии Идет От Проработки Шеи Может быть Вы слышали О том Что Если Поправить Атлант Первый Шейный Позвонок Вот это Цепитальное Сочинение То В принципе Весь позвоночник Выравнивается Но К сожалению Это не так Все равно Мышцы Имеют Свою память Они возвращают Все это В обратную Позицию В привычную Ну В общем-то Через полтора года Через год А то и через полгода Человек придет В свое привычное состояние Поэтому Необходимо Прорабатывать Полностью И комплексно Вот Юмайха Позволяет Это сделать Причем В Юмайхе Есть еще И проработка Живота Такая Достаточно Подробная Теперь Просто Немножко Проработаем Шейные Позвонки При работе С шеей Обязательно При Правке Шейных Позвонков Обязательно Нужно Проработать Мышцы И подготовить Если Допустим Остальные Позвонки То есть Грудного Поясничного Крестцового Дела Они Могут быть И так Скорректированы Мануальным приемом Это не нанесет Большого вреда А вот Шее Необходимо Работать Обязательно Потому что Я думаю Что вы с этим Сталкивались Каждый из вас Боли в шее Это самое Самое Пожалуй Часто беспокоящее Человека Состояние Боли в грудном Отделе Боли в поясничном Отделе Чуть реже Чем в шее Причем Мы даже Порой Этого и не замечаем Или как Не придаем Значения Должного Этому состоянию Но зачастую Шейные То есть Мышцы шеи Все-таки Их Болезненное состояние Их напряжение Идет от рефлексии От рефлексии Со стороны почек Как я уже говорил Со стороны сердца Это может быть Со стороны даже печени Со стороны желудка Знаете Проекционную зону Желудка На мышцы шеи Это Терноклайзер мастердеус Мышца Грудинной Ключевики Сосцевидной По передней Боковой Повесности шеи Вот здесь Проходит Вот эта мышца Это представительная Зона желудка Если желудок Напряжен Если есть Спазмирование Если есть Стрессовое Вот эти факторы То эти мышцы Начинают напрягаться Что происходит В этом состоянии При такой ситуации Происходит Такое Движение шеи Соответственно Шейный лордоз Увеличивается И это В том числе Приведет Опять же Повторному Нарушению Иннервации Внутренних органов Поэтому В Юмейхе Есть именно Вот этот комплекс Из базовых движений Там и желудок Прорабатывается И диафрагма И брыжейка И кишечник И даже малый таз Мышцы У нас Любят Любят Спазмироваться И Чтобы их размять Чтобы Срасслабить их Необходимо Проминать Достаточно Аккуратно Медленно И тщательно Если делать Это быстро То есть Там Сейчас Все Потыкал Все прошло 500 рублей Свободно То есть Так не работает Здесь должна быть Аккуратность Методичность Такая Педантность Я бы сказал Чтобы хорошо Расслабить эти мышцы И чтобы Человек сам Расслабился Под вашими руками Чтобы я не Разворачивался Спиной Поэтому Поработка Мягкая Аккуратная И комфортная Опять же Теперь давайте Вспомним О том Как мышца Расслабляется За счет чего Знаете Что в каждой мышце Есть Так называемые Клетки Гольджи Любая Любая мышца Она имеет Соответственно Середину Дружка мышцы И края Так вот Эти клетки Гольджи Расположены Ближе к краям То есть чуть-чуть Не доходя До сухожилия И именно От этих Участков мышцы Любой мышцы Идет сигнал В нервную систему И Когда мы Сильно Раздражаем То есть Когда мы Вот так делаем Быстро Мнем Тогда мы Эти клетки Гольджи Стимулируем На то Чтобы мышца Сократилась Пришла в тонус Собралась Так работаем С ослабленными Мышцами И нельзя забывать О том Что Есть не только Напряженные Или триггельные Мышцы Но и ослабленные И вот зачастую Массажисты Как раз таки Даже не задумываются Насчет того Что есть Мышцы слабые Соответственно Мы либо Тонизируем Либо расслабляем Вот я говорю о том Что Чтобы расслабить Необходимо Мягкая И достаточно глубокая Пластичная Проработка мышц Только после этого Они Будут готовы К изменению Своего состояния Своего положения То есть Нам нужно сделать так Чтобы в конце концов Мышца расслабилась И сказала Ага Все Я готова В принципе Дать мне новую Информацию О том В каком положении Будут шейные позвонки В каком положении Будут грудные И так далее И только после этого Мы проводим Соответственно Манипуляции И тракции Так вот На семинарах Во-первых Часто люди Боятся Например Правки шейных позвонков Если люди боятся Правки шейных позвонков Не умеют Нет Соответственно Навыков То мы просто Растягиваем мышцы шеи Вот таким образом Немножко потянули Опять же Даем паузу Короткую паузу Чтобы мышца Привыкла к этому состоянию Еще раз Потянули И подержали Либо Это будет вариант Соответственно Непосредственно Правки шейных позвонков Можно поправить Даже отдельно Один Шейный позвонок То есть Атлант И это Довольно таки Сложная манипуляция Я тоже обучаю Этому Но очень Скажем так Уже тех людей Которые имеют опыт В каких-то Мануальных приемах Либо Простой вариант Когда мы Просто Выводим Шейные позвонки В необходимую Плоскость И Производим Щелчок То есть Есть разные варианты И например Чтобы поправить Шейные позвонки Или даже Атлант Есть такая позиция Мы Берем голову Немножечко Выводим ее В нужное положение Почему В нужное положение Сейчас Сразу скажу Очень часто Мануальщики Что делают Шею просто Так Хю Хоп Да и все И хорошо Хрустнуло Все прекрасно Но Если позвонки Тела позвонков Будут свернуты В обычную То есть В горизонтальной Плоскости То можно Сломать Остистые отростки Все боковые Вот эти Все Суставные Сочленения Позвонков Они имеют Немножко Линую плоскость Не горизонтальную А чуть под наклоном Так вот Нам нужно Вывести Шейные позвонки И голову В такое положение При котором Не будет Той Травмирующей Плоскости Соответственно Что Наложение Да То есть наложение Соответственно Что мы делаем Вывели голову В правильное положение Шейные позвонки И немножечко Поддернули И вот это движение Оно довольно таки Резкое И очень аккуратное То есть Вы Приподнимаете Вывели И потом Делаете резкий рывок Да Немножко толкнули Вверх И соответственно В сторону Если в этом В этой позиции Вы сделаете Движение Просто в повороте Вбок Тогда можно Сломать Эти суставчики Отростки И человек Попадет Либо В реанимацию Либо Да Еще куда Ети Ну не дай бог Конечно Дальше Почком Значим Дальше Мы прорабатываем Все соответственные Зоны Паравертебральной Области Спины По задней поверхности Ног идет проработка Достаточно глубокая Обязательно Прорабатываются Глубоко Тазовые кости И Так называемые Связки Крестцово-подвздошные Обратите внимание На атлас Пожалуйста Вот эти связки Которые Находятся Между Крестцом И Соответственно Тазовыми костями Они довольно-таки Жесткие И сильные И зачастую Ну Массажисты Мало уделяют им Внимания Но их проработка Очень важна Почему? Потому что Знаете да Что есть подвижные Суставы А есть Жесткие Суставы Которые В принципе Практически Не смещаются И вот Как раз таки Сочленение Между тазовой костью И крестцом Оно довольно-таки Жесткое Там сустав Очень мало Подвижен Но нам его Необходимо сместить Потому что Кость подвернута Либо назад Либо вперед Либо задорно Как-то вверх Вниз И так далее Соответственно Мы корректируем Это все Мы разблокируем Но чтобы разблокировать Опять же Нужно Расслабить Нужно сделать так Чтобы мышцы Связки Были проработаны Изначально Все очень интересно Но время закончилось Ага Просто один элемент Юмэйха Делается таким образом Чтобы человек Не уставал Оператор Я просто одно движение Покажу То есть Когда человек Делает Механически Это правильно Он не устает И в Юмэйха Все основано На хорошей Биомеханике То есть Человек Наклонился вперед Мышцу размял Сел Отдохнул И еще и погладил Человека Чтобы он расслабился Наклонились Продавили Погладили Расслабились Сами И опять же Как я говорил Один из моих учителей Юмэйха Нужно делать так Как будто Вам не заплатят То есть Ваши руки Должны отдыхать Ваше тело Должно отдыхать Как сердце Сокращается Расслабляется Сокращается Расслабляется Спасибо большое Поэтому Когда делаем Это правильно Обучаемся Этому Вы не устаете Сеанс Может длиться От получаса До полутора Частов В зависимости Того Какой зоне Необходимо Делить проработку И соответственно Получаете результат Хороший Спасибо большое Спасибо большое